9 февраля мы отметим столетие со дня основания гражданской авиации России. В регионе расположено несколько предприятий, которые работают на гражданскую авиацию. У нас есть уникальный вуз, который готовит специалистов для отрасли и музей гражданской авиации. В регионе проводится большая работа, чтобы авиаперевозки стали доступными для жителей. Планируют открыть прямое авиасообщение с Республикой Беларусь и Дагестаном. В Махачкалу самолеты полетят из Ульяновска уже 1 мая. За последние годы мы открыли много новых маршрутов. Растет количество авиакомпаний, выполняющих рейсы из Ульяновска. Сегодня у нас есть прямое авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском, Екатеринбургом, Сочи. С октября прошлого года открыт новый авиарейс «Минеральные воды». От вопросов туризма перешли к патриотическому воспитанию детей и молодежи. Настоящие патриоты, ученики 42-й школы, предложили назвать одну из улиц Ульяновска именем героя Сталинградской битвы Василия Баданова. Губернатор поддержал идею. В Ульяновске есть улица, названная в честь компании ДМГ «Море». Руководство этой компании отказалось работать на территории нашего региона и закрыло производство. Я считаю, что непозволительно, чтобы улица продолжала носить название этой компании. И как вариант предлагаю перенименовать улицу ДМГ «Море» в улицу в честь генерала-лейтенанта Василия Михайловича Баданова. В регионе продолжают действовать меры поддержки семей мобилизованных. К ним добавится программа диспансеризации членов семей участников СВО. Также силами Министерства соцразвития организована работа службы социальных нянь для детей мобилизованных. На заседании обсудили проблемы ЖКХ. Износ коммунальных сетей в регионе более 70%. Много лет у нас не было финансовых ресурсов, чтобы заниматься заменой коммуникаций. На прошлой неделе Алексей Русских успешно защитил беспрецедентную программу модернизации коммунальной инфраструктуры нашего региона. В итоге в области удастся обновить почти 152 километра старых труб. Губернатор защитил заявку в правительство Российской Федерации по финансированию в объеме полтора миллиарда рублей на цели ремонта инженерных сетей. Эти деньги будут предоставлены со стороны федерального правительства в 2023 и 2024 году. На аппаратном совещании обсудили планы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2023 год. В план вошли 134 МКД. В них проведут строительно-монтажные работы. Проектно-сметная документация была изготовлена еще в 2022 году. 180 проектов готовы. Они получили экспертизу достоверности сметной стоимости, получили согласование представителей и собственников по проектным решениям. Первые конкурсные процедуры уже объявлены были на прошлой неделе. Эта работа будет продолжена. Ульяновская область успешно реализует нацпроект образования. На него в этом году направят 1 миллиард 175 миллионов рублей. Эту неделю решили посвятить образованию. С 6 по 12, то есть мы, собственно, вступили в данную неделю, будет проведено более 100 мероприятий различной направленности. И в рамках проекта «Современная школа» запланирована встреча губернатора с членами областного клуба «Учитель года». Это очень важная встреча и для моих коллег. И вопросы, которые будут обсуждаться, они достаточно серьезные и волнуют педагогическую общественность. На штабе говорили о состоянии электротранспорта. Износ трамвайного парка 73%. На линии работает 65 вагонов из 95. 17 львят, закупленных недавно, сломались. Заводу-изготовителю выставили претензию. Двигатели, вышедшие из строя, уже ремонтируют в Самаре. В субботу в Ульяновской области пройдет ежегодная массовая гонка «Лыжня России». В 11.00 лыжня стартует в Чердоклинском районе. В 14.00 на базе «Заря» на верхней террасе. Ульяновцев приглашают встать на лыжи и присоединиться к спортивному празднику. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.